Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте поговорим сегодня о предпринимательстве, общественных организациях и о том, какие у нас есть интересные проекты в этой области. У нас сегодня в гостях очень известный и хорошо известный эксперт в этой сфере Елена Атарьевна Церетели, представитель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Здравствуйте, уважаемая Елена Атарьевна. Здравствуйте. Ну вот расскажите, как вы стали руководителем общественного совета и почему решили заняться общественной деятельностью? Как это случилось? Ну, вначале я начала заниматься общественной деятельностью, а затем стала руководителем. Много лет назад, в 1995 году, я была редактором издания, которое освещало проблемы потребительской сферы. И предприниматели звонили, и ко мне, как редактор, обращались с вопросами, как работать с тем или иным документом, с тем или иным законом. Размышляя на наших редакционных встречах о том, что действительно очень много пробелов, мы и сами, в общем-то, половина вопросов для нас были открытыми, мы поняли, что очень важно, чтобы предприниматели услышали вот то, о чем они спрашивали, из ост чиновников, которые, скажем, эти документы внедряют в жизнь. И таким образом родилась такая модель клуба, которую я и возглавила, и до сих пор руковожу, купечки и клуб Санкт-Петербурга. И вот опыт клуба, он, в общем-то, и лег где-то в основу работы совета. Когда 9 лет назад Валентина Ивановна Мутывенко приняла решение о создании такой структуры, совета при губернаторе, соответственно, я в том числе, в целом ряду коллег, вошла в состав создателей или организаторов этого процесса. А 5 лет назад коллеги избрали, это избирательная роль, меня на пост председателя совета. И год назад были перевыборы, я вновь переизбрана на новый срок, на 4 года, прям как президент. Ну и, соответственно, повторюсь, вот такой краткий путь мой был в этот, скажем, странный, может быть, непростой путь, но путь в общественной жизни. Расскажите, а какие вехи в вашем карьерном развитии вы считаете знаковыми? Вы знаете, один из этапов в жизни мой связан был с тем, что когда я поняла, что я не могу стать по велению моей семьи техником, инженером, я училась в текстильном институте тогда, на технологическом факультете, я это дело все забросила, я неплохо писала, и в это время в городе открывалась школа журналистики. И среди педагогов этой школы был небезызвестный Михаил Солтоносов. На мой взгляд, и сегодня я его считаю одним из авторитетнейших аналитиков города. Я попала, соответственно, вот в этот поток. Очень много блестящих журналистов, которые потом тоже учились со мной, и состояли сегодня в журналистике. И не только в журналистике, они оказались вот со мной вместе на курсе. Школу просто существовало немного, около трех лет. Но вот за это время вот какую-то базу, может быть, какую-то и человеческую, и, если угодно, аналитическую, вот тот поток, который... То есть, звучали те люди, кто собрался вокруг этого дела. Вот это первый как бы этап. Следующий этап, наверное, для меня очень важным был, конечно, создание клуба, купеческого клуба Санкт-Петербурга. Сегодня 16 лет моей организации. И то, что 150 ведущих руководителей стационарных магазинов, среди них были и Пассаж, и Московский, и Юбилей, и Пулковский. То есть, все универсалы города, они поверили мне. Тогда мне было чуть больше 20. И то, что я способна не просто привлечь интересных людей, которые расскажут о том, как жить с тем или иным документом, но с какого-то момента я поняла, что надо влиять на то законодательное поле, по которому живет бизнес. И вот этот этап, я считаю, наиболее важным. Я в 2000 году побывала в Америке. Я встречалась с профессиональными лоббистами. Я поняла, что это, возможно, скоро будет и у нас. Так и случилось. И вот после этого, мне кажется, следующим этапом, конечно, то, что меня избрали в 2008 году на пост председателя, но я считаю очень значимым для своей и карьеры, и человеческой, и профессиональной. Скажите, а в чем заключалась идея создания купеческого клуба? Почему он так называется? Вы знаете, в 1995 году называться торговым клубом, поскольку мы сразу поняли, что надо объединять тогда наиболее, скажем, рыночную часть бизнеса, а это что были? Это торговые предприятия. Мы не могли, потому что торгаш синоним чего-то очень неприличного, там, я не знаю, жулика, мошенника и так далее. Вот мы вспомнили слово красивый русский купец. И так родилась идея купеческий клуб, и хоть немножечко меня всегда вот эту пафосность названия так задевала, но по сути мы очень скоро как бы свою нишу заняли в городе. И я вам скажу больше, я неоднократно получала приглашение создать аналоги какие-то по всему северо-западному региону, поскольку мы были очень успешны в городе. И повторюсь, да, кроме того, что от модели объединения, ежемесячных заседаний, встречи с чиновниками, ведущими чиновниками города, мы перешли к постепенному лоббированию интересов торговли. Мы были первыми, кто начал разговор ввести о необходимости появления закона о торговле. Более того, мы имели тогда финансы, и они позволили нам нанять серьезных экспертов, и мы разработали первый вариант законопроекта, закон о торговле. Ну, вы понимаете, у нас есть главенство федерального законодательства над региональным. Было бы странно, не имея федерального закона, чтобы у нас родился свой. И тут совпало все дело с 98-м годом, там было уже не до закона о торговле, надо было выживать всем. Мы немножко так отложили это все дело, но вот когда на федеральном уровне документ появился, и мы анализировали уже на другом уровне, да, мы тоже уже возросли, и там спустя 10 лет, очень многие вещи, мне очень было приятно, что мы интуитивно тогда и прочувствовали вот в том проекте, они легли в основу будущего закона федерального. Он, конечно, несовершенен, но, повторюсь, вот это один из элементов нашей тогдашней работы. И плюс очень важный аспект, у нас есть, как вы знаете, одна из систем льготных или как спецрежимов, упрощенная система налогообложения. Когда этот документ вышел, мы его также анализировали на клубе и вдруг поняли, что среди перечня затрат, которые можно учесть при определении этого налога, то есть есть два варианта, да, можно из доходов вычесть расходы и, соответственно, от этой суммы затем платить налог. Не было в расходах покупной стоимости товара. То есть для торговли, понимаете, этот режим становился неинтересным. То есть основная затратная часть, да, это то, что ты приобретаешь для предприятия. И наш эксперт, мы добились того, чтобы был депутат от Петербурга, мы попросили, связались с его аппаратом, мы попросили выступить нашему эксперту на бюджетном комитете Думы. И мы выступали, и я хочу надеяться, что наш голос был вкупе услышан с голосом, в общем-то, всероссийским, потому что очень многие тогда писали. Но то, что именно наш эксперт, наша организация выступала и донес очень точно и емко, что такая расходная часть должна появиться в документе, я думаю, наше лето тоже есть. То есть а купеческий клуб, он продолжает существовать и работать? И вы, наверное... Я также его возглавляю, но уже мы реже встречаемся, и не так часто у нас происходят светские мероприятия. У нас были времена, когда мы уезжали и в Швецию, и в Финляндию, встречаясь с коллегами. Ну и, конечно, купцов мало осталось, понимаете. Многие магазины и многие собственники стационарных магазинов предпочли просто сегодня жизнь рантье. По определенным причинам кто-то состарился, а кто-то просто устал в этой уже конкурентной среде, потому что все-таки торговая среда одна из самых конкурентных. И предпочел просто сдавать площади, собственниками которых они являются. Поэтому, к сожалению, это уже не тот клуб, но, на мой взгляд, сегодня то, что я там наработала, мне удается по-своему воплощать в общественный совет. У нас Санкт-Петербург часто называют городом розничной торговли, потому что у нас появились, были созданы очень известные такие компании, как «Лента», как «Дикси», как «Пятерочка», которые стали лидерами рынка, можно сказать, ритейла во всей России. Скажите, а вот эти предприниматели, которые создавали такие компании, они являлись членами вашего клуба? Нет. Кто являлся членами? Нет, конечно, нет. Но я повторюсь, да, это были стационарные магазины, а в сетевом формате тогда еще речь не могла идти. Поэтому это отдельно взятые магазины с конкретными личностями, с людьми, кто вообще стоял истоков советской торговли. Ну, я приведу фамилию Злобин, да, это может быть для непосвященного человека не очень понятно, что это за имя. Это человек, который формировал советскую и ленинградскую торговлю. И сегодня, который продолжает стоять у своего, скажем, ремесла и дела, это человек, который возглавляет универмаг московский. Это бренд для города. Это, на мой взгляд, сегодня я живу в самом московском районе, когда приходишь, то даже вот по тому, какая выкладка товаров. Да, это все недешево, это понятно, но это, понимаете, лицо. Это понятно, кто и как делает эту позицию или этот магазин. Так вот, вот такие личности были, и поэтому, понимаете, от этого мы и шли. То есть мы понимали, что поскольку пришли личности, состоявшиеся во всех смыслах, и финансово, и социально, но люди, которые нуждались в том, что-то менять вокруг себя. Изменилась ситуация, изменилось время, да, пришли сетевые форматы. Вот моя точка зрения, конечно, то доминирование, которое существует в городе, достаточно печальный фактор. Почему? Потому что я вообще всегда за индивидуальность во всех смыслах. И мне кажется, то унифицирование, да, то, что нам предлагается, ну, условно говоря, на каждом шагу один и тот же маркер, да, одна и та же, один и тот же бренд. Соответственно, и предсказуемый ассортимент. Но он, вот этот подход, он нивелирует вообще, понимаете, как бы, вообще атмосферу и социальную, и бытовую. Я не знаю, конечно, я понимаю прекрасно, что в европейских странах, ну, все марки в основном, они пришли оттуда, но я не видела в таком концентрированном виде, понимаете, на одном пятачке буквально там, одну, вторую, третью общепитовскую точку повторяющуюся, розничную, какую-то еще, опять, трун-трун, вот от этого, не знаю, мне не по себе, честно скажу. Но вы за большее привнесение творчества в торговую индивидуальность, да, то есть это за ремесленничество, за... Обязательно. За сохранение отдельных магазинов, отдельных предприятий, лавок, конечно. Вы знаете, ведь очень многие предприятия, мы когда выезжали со своими директорами, мы спрашивали, какая доходность, конечно, была на фоне того, что получали наши директора, ничтожно. И наши говорили, о, ты что, мы за такой процент и работать не будем доходности. Но сегодня, я думаю, ситуация изменилась, и этот процент вполне приемлем, но вопрос был в другом. Я видела, что там, допустим, человек говорил, вы знаете, а я зато вот там сохраняю 80 лет, допустим, пекарню нашу домашнюю. Вот это был, понимаете, момент, который, безусловно, он же не может сохраняться просто так, если там какие-то нет стимулирующих моментов, понимаете. Сохранить индивидуальность при общем потоке конкуренции весьма сложно. Должны быть какие-то стимулирующие методы. Что это? Это может быть либо льгота по аренде, это могут быть какие-то очень длительные сроки договора о аренде, либо это какое-то льготирование затрат, которые связаны с закупочными делами, с энергетикой, ну и с прочими вещами. Отдельные элементы этой помощи сегодня есть. Это и программа поддержки предпринимательства городская. Это да. Но, возвращаясь, если мы акцент сегодня вокруг торговли, так или иначе ведем, к сожалению, торговли никаким образом вот эта поддержка практически не касается. Скажите, а вот каковы были предпосылки в итоге создания уже общественного совета? Переход, так скажем, от купеческого клуба к новому проекту? Вы знаете, я полагаю, что произошло понимание власти, что с бизнеса надо считаться. Это такой кардинальный момент. Я вот для себя даже определила дату, даже не дату, год. Это был, сейчас я вам скажу, это был где-то 2004 год, по-моему. Я не буду называть имя чиновника. Я пришла на прием, заранее записавшись. И я зашла, и мне казалось, что, в общем-то, с интересной темой пришла. Что-то очень такое радикальное предложить. И в тот момент уже клуб существовал лет восемь, наверное. И чиновник так попуха, поглядывая на часы, сказал, ну что там быстро у вас, девушка, докладывайте. И он даже не предложил мне стул, я замечу. Он просто как-то так. Вот, и я говорю, вы, наверное, очень спешите. Да, вы знаете, у меня есть посерьезнее дела. Я говорю, вы знаете, давайте я приду, когда у вас возникнет интерес к той теме, которую я заявила. Вот, и вы не будете очень спешить. Он немножко изумился, конечно, я развернулась и ушла. Опять же, не буду называть, но сегодня этот человек, возможно, не помнит этой ситуации, но периодически я выступаю по его просьбе перед определенной аудиторией, его студентов, и рассказываю о том, как надо вести бизнес, какие проблемы. Но я о чем хочу сказать? О том, что дело не то, что он мне стул не предложил. Через год мне звонили уже другого уровня чиновники и спрашивали, нет ли у меня эксперта, кто поможет проанализировать тот или иной документ. Мы связались с депутатским корпусом. И я просто вот так вот в ручном режиме приходил к депутату Евтухову и говорил, вы знаете, у меня есть эксперты, которые очень хорошо знают налоговое законодательство. Давайте мы соединим наши интересы. И он говорил, окей, я отвечаю за эту сферу, он комиссию возглавляет по экономике и малому бизнесу, собственности, малому предпринимательству. И мои эксперты с его экспертами соединяли свои усилия, и в результате рождались разумные вещи. И таким образом, мне кажется, изменился подход у чиновников сознания, что нельзя постоянно свысока смотреть на тех, кто, извините, формирует вот эту стабильную, нормальную, цивилизованную жизнь. И вот этот подход, он не изменился кардинально, но принципиальные вещи изменились. И тогда у губернатора родилось желание, что, очевидно, бизнес должен транслировать вот эту проблематику и, может быть, какие-то ожидания, какие-то достижения наверх. И только после этого родилась та структура, которая сегодня случилась. Правильно, потому что происходит какая-то определенного рода смена парадигм, потому что мы же выбираем депутатов, мы же себе выбираем чиновников. Это ставленники от народа, которые развивают наше государство, страну и помогают реализовывать наши идеи. А потом мы же к ним не можем попасть, и мы же даже на стул там... Да, не можем сесть, претендовать, да. Очень странно, каким образом через некоторое время человек превращается в это высокопарящее на облаке существо, которое никого не замечает. Почему непонятно. Вот скажите, а каковы задачи и структуры общественного совета на данный момент для тех, кто не знает? Да, я расскажу. Сегодня совет — это такой, я бы сказала, серьезный, разветвленный организм. В каждом районе города у меня находится представительство. Находятся они все на базе администрации районов. Администрация районов предоставляет нашим районным подразделениям помещения, а уже техническое обслуживание, все это осуществляем мы на уровне городского аппарата. Нашу деятельность курирует наш профильный теперь уже комитет, вы знаете, комитет по предпринимательству и потребительскому рынку. До этого КРПИТ. Помимо этих 18 отделений у нас есть 12 комиссий. Они созданы по принципу отраслевому. То есть это потребительская сфера, промышленная, строительная и так далее. В эти комиссии входят люди, которые представляют этот сектор рынка. Как правило, это руководители ведущих бизнес-ассоциаций. Вся работа в Совете, за исключением секретарей и аппарата Совета, осуществляется бесплатно. Меня часто спрашивают, что мы такие серьезные достижения имеем в сфере анализа, еще чего-то. Для этого у меня существует штат юристов. Причем это наша главная заслуга, что как только я стала председателем, первое, о чем я попросила Валентина Ивановна и убедила, убедила необходимо создать юридическую службу общественного совета. В то время не было закона, который регулировал бы контрольно-надзорные мероприятия. И беспредел, который утворился с точки зрения проверок, он был серьезен. И мы были первой структурой, которая начала анализировать жалобы и обращения предпринимателей на действия государственных органов. Сегодня цель и задача службы сохранилась. Но вы понимаете, какая у нас непростая ситуация. Юристы живут за счет бюджета, и при этом они анализируют жалобы на действия исполнительных органов власти. Поэтому наша задача профессионально проанализировать всю предоставляемую заявителям, тем, кто обратился к нам, документацию. И если действительно есть основания, после этого я пишу обращение в тот или иной профильный комитет управления. Но если уж совсем ничего не решается, тогда уже, конечно, у нас есть какие-то рычаги. И самый крайний случай, конечно, это мое обращение к губернатору. Но самое главное, что раз в три месяца мы встречаемся с первым лицом и с правительством города на заседаниях. Ну и вы понимаете, что такие встречи чрезвычайно повышают, естественно, статус наших встреч и качество нашей работы. Я отчитываюсь на этих мероприятиях о том, сколько было жалоб просмотрено, по каким направлениям, какие выявлены новые проблемы, что решаются, что не решаются. И, увы, должна рассказывать и о том, какие комитеты, ну, скажем так, почему-то игнорируют наше обращение, ну и прочие вещи. Но, несмотря на это, я замечу, у меня большинство, наверное, комитетов достаточно хорошие цивилизуемые отношения. Моя же цель не уязвить кого-то, понимаете, а чтобы у нас, найден, был компромисс какой-то в результате вот этого нашего взаимодействия. Ну, взаимодействие, в первую очередь, должно быть для того, чтобы что-то происходило, да, и рабочий режим должен сохраняться. Жена Анатольевна, ну вот вы говорите, что комиссии создаются по отраслевым принципам, но вот я вижу, что у нас есть комиссия женского предпринимательства. Да, есть такая. Вот почему она появилась, и чем женское предпринимательство отличается от другого? Скажусь честно, не знаю. Я являюсь как раз таким, наверное, ну, я, скажем, ни в коем случае не противником, скажем, человеком, который тоже задает вопрос. Я не вижу большой разницы между женским и мужским предпринимательством, но у нас есть предпринимательницы, которые вот настойчиво были убеждены, что вот чем-то все-таки женский бизнес или обижен, или как-то его, скажем, не в должной степени оценивают. И возникла такая потребность, комиссия была создана до меня, поэтому она сохранилась. В рамках, правда, комиссии «Надо отдать должное» проходит интересный конкурс «Деловая петербурженка». Вот это одно из таких, ну, скажем, реальных дел комиссии. Но я тоже повторюсь, не делю бизнес на мужской и женский. Если ты что-то себе представляешь, неважно, какого пола и рода, понимаете, племени, все случится или не случится, понимаете, вот и все. Ну, да, потому что мы часто говорим о том, что у нас, в общем-то, все равны, а сами женщины в какой-то момент берут себя, когда им удобно, и выделяют себя. Есть такое, есть. Ну, повторюсь. По-моему, это только в России. Я, честно, не я инициатор этого всего. Также вот интересная комиссия по микрофинансированию. Расскажу. Здесь интересная вещь, и здесь я, это как раз все при мне рождалось. Помимо наших таких традиционных продуктов, да, финансовых, которые малый бизнес может иметь доступ, я имею в виду кредитные учреждения, банки, у нас до выхода закона о микрофинансировании уже существовало большое количество так называемых частных, ну, скажем, заимно кредитования обществ, микрофинансовых организаций, и они были очень востребованы. Я вам пример такой приведу. Очень часто ко мне приходили на прием предпринимателей, допустим, тогдашнего Апроксина двора. Говорили, нам не нужны ваши миллионы, мне нужно всего там 50 тысяч, а иногда 100, и всего на короткий срок. И вот эту сумму они получить не могли. Но не было в городе такого продукта. Сегодня он, кстати, есть, но тогда не было. И, конечно, для них спасением служили вот такие структуры. И более того, вот на мой взгляд, чем больше будет вариантов возможности получения финансовых средств, тем лучше, интереснее и, самое главное, эффективнее будет кредитная ситуация малого бизнеса. И поэтому вот такая структура возникла. И вы знаете, на базе вот этой структуры, инициатор этого всего дела, человек, он создал первое СРО в области микрофинансовых организаций по стране. Наша СРО в Петербурге, это такой Виктор Иванович Быков, он возглавляет Атминалтейский район, он председатель Атминалтейского района, районного совета. Это бывший молодой, успешный госслужащик. Нет, нет, это однофамилец. Елена Анатольевна, вот каковы итоги деятельности в 2013 году, и каков план работы на 2014 год общественного совета? Ну, план работы у нас традиционно вывешен на нашем сайте, если мало ли кого-то заинтересует. Понятно, что там какие-то такие, может быть, немножко сухие названия, но я вам скажу, что вот ключевым документом в нашей работе является резолюция форума. Чтобы наши телезрители знали, мы каждый год в конце года в декабре проводим форум. На нем я отчитываюсь о том, что было сделано за год, какие проблемы созданы, какие удалось решить. И мы выносим все это дело на суд, соответственно, опять же, первого лица, правительства города, профильных комитетов. И по этой резолюции она затем проходит юридическую экспертизу на уровне вначале наших экспертов, потом экспертов комитета по потребительскому рынку, предпринимательству, и затем в виде поручений губернатор это ложится на стол тех комитетов, кому расписаны эти поручения. Ну, допустим, у нас целый блок в этот раз, да, предложений, связанных с ситуацией с энергетикой. У нас тяжелейшая ситуация, не буду повторяться, наверное, у вас не раз в студии об этом говорили, вот, у нас целый ряд рекомендаций, которые сформулированы. Это не абстрактные какие-то рассуждения, которые мы придумали на уровне аппарата. До того, как на пленар вынести все эти предложения, до того, как они вошли в резолюцию, мы это обсудили на 18 районных отчетных конференциях, а потом на 10 круглых столах на самом форуме. И после этого только это все формулируется, и потом уже в адекватной форме укладывается в резолюцию. Так вот, резолюция является нашим ключевым документом. То есть до конца года цель моя, и моего аппарата, и совета максимально реализовать то количество предложений, которое вошло в форум. Поэтому, отчитываясь за предыдущий год, я отметила бы следующие вещи. Повторюсь, у нас была и уже два года тянется очень сложная ситуация с энергетикой. Я считаю... Кстати говоря, да, вот есть известный рейтинг журнала Forbes, по которому Санкт-Петербург, по-моему, на 22-м или после 20-го места находится по легкости ведения бизнеса, и за счет вот именно вот этого показателя, доступа к энергосетям, в то время как количество зарегистрированных предприятий у нас самое большое вообще в России. А вот этот вот показатель нас отбрасывает. Вы знаете, это печально, но одна из причин этого заключается в том, что мы один из немногих регионов, который, сдавая государственное имущество, не предполагает наличие договора на энергоснабжение. Это значит, предприниматель, получив договор на аренду, должен сам проходить этот путь. Как проходится этот путь? Ну, вот я проходила на одном объекте 10 лет. Я просто как предприниматель сама проходила, и я решила, что мне проще платить по-среднему, что и делает большинство предпринимателей. И вот когда вышло постановление 442-ое, по которому сегодня уже невыгодно платить, ну, так называемое среднее, это что значит? Это обсчитывается количество электрических носителей и график работы. Офисы, там, предприятия. А сегодня все дело считается по сечению кабеля. В результате у предпринимателей суммы счетов выросли до 10 раз. Иногда это миллионы счета при доходности или прибыли, или как угодно, менее миллиона, понимаете? Ну, то есть абсурдные вещи совершенно. Что мы смогли сделать? Опять же, повторюсь, конечно, одни, это было бы очень самонадеянно, но то, что мы были генераторами этого процесса, мы проанализировали ситуацию на выходе только постановления. Мы обратились к обоцмену Титову, уполномоченному по правам предпринимателя при президенте, через нашего Александра Васильевича. Мы обратились с чем? Необходимо было приостановить для двух городов Ленинграда, Санкт-Петербурга и Москвы дать срок подготовки перехода на договорные отношения, потому что у нас огромное количество, повторюсь, 15 тысяч. 15 тысяч – серьезная цифра предпринимателей, которые не имеют договоров. Но это те, кто зафиксированы. Я убеждена, что цифры больше. И поэтому мы смогли повлиять на что? Сегодня 3 киловатта получают бесплатно, сроки сокращены. В Доме предпринимателя ведутся перерасчеты тех счетов, выставленных, которые... И даже теплеет. И даже теплеет, вот видите. Ну вот, эти вещи решены. Следующий шаг. Сегодня мы убеждаем КУГИ начать инвентаризацию объектов и закрепление за ними необходимым количеством киловатт. Лена Энерго уже эту работу начала, и начала не без нашего участия. И мы всеми своими ресурсами пытаемся способствовать этому процессу. Вот если в этой части. Лена Анатольевна, у нас немного времени, а у меня еще есть к вам Блицопрос. Пожалуйста. Что вас стимулирует к действиям? Моя семья. Ваша заветная мечта? Теплый домик у теплого моря. Любимая марка автомобиля и стиль вождения? Вы знаете, Ауди. Стиль вождения совершенно женский, дамский у меня. Я очень осторожна. Кто вдохновляет и с кем из известных людей хотели бы познакомиться? Мне интересен, как личность Тиньков, познакомиться. Ну и, конечно, для меня очень большим всегда личностью и фигурой была Валентина Ивановна Матвеенко. Она у меня, конечно, очень производила сильное впечатление. Сколько лет хотели бы прожить? Ну, не меньше 80. Какую книгу прочли? Последняя, есть ли настольная? Настольная нет. Последняя — «Инферно». Это продолжение Брауна. Чем гордитесь в жизни больше всего? Детьми. Кто ваши друзья? Ну, их не очень много. В основном мужчины, вы знаете. Три ключевых товарища, все товарищи, предприниматели. В чем смысл жизни? Максимально реализовать себя, быть любимой и уметь любить. А в чем заключается секрет счастья? Слышать себя и пытаться поменьше давить на совесть. Какие цели, количественные и качественные, вы хотите достичь в развитии себя и направления работы? Вы знаете, я, наверное, бы могла себя реализовать еще с точки зрения общественной. Надо куда-то дальше двигаться. Я, наверное, была бы неплохим депутатом. Это одна из мыслей. Сегодня я создаю с коллегами СРО в области потребительского рынка. Вы знаете, я давно поняла, что есть, с моей точки зрения, роли для мужчин и для женщин. И поэтому президентом точно я быть не хочу. А вот то, в чем я могу преуспеть, это общение с людьми, умение их услышать и попытка, ну, неформально, скажем, решить то, с чем они ко мне пришли. Лена Анатольевна, что бы вы хотели в завершении программы пожелать нашим телезрителям? Я хочу пожелать побольше нам всем стабильности и человеческого тепла, и самое главное, чтобы ни одного нищего не осталось в нашем городе. Я очень тяжело и по-человечески переживаю, когда я вижу бедных людей, потому что я знаю, что это такое и знаю, каково этим людям. Спасибо, уважаемая Елена Атольевна, спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях была Елена Атольевна Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Желаю вам успехов в ваших бизнес-проекте, хорошего здоровья и настроения. С вами был Анатоль Кутузов. До свидания. До свидания.